Как вы оцениваете вот эту новость, связанную с вторжением ВСУ на территорию России уже со стороны Белгородской области? Действительно ли им удается пробиться через границу? Что называет, собственно, российская сторона сложной ситуацией? Там действительно поступают сообщения об очередных боях. Это не первый раз такое за время курсской операции. Периодически вспыхивают разные участки Белгородской области. Но пока что, судя по размеру сил, задействованных украинской стороной в этих попытках пресечения границы, это скорее не то, чтобы очередное вторжение, как это было в курсской операции, а такая попытка отвлечения части российских сил на другой участок границы. Потому что в курсской операции с первых дней участвовало больше тысячи человек, а здесь буквально пару сотен сейчас заявляется. То есть по размерам это совершенно несравнимо. И, как я сказал, в принципе, это не первый раз уже так вспыхивает такой участок границы. Думаю, еще не раз такое повторится. Эти небольшие группы людей действительно рассчитывают прорвать границу? Вообще что это такое? Это какая-то разведка боем? Да, они рассчитывают прорвать границу. И некоторые, бывает, практически они прорывают границу. Бывает, доходят до некоторых приграничных поселков. И показывают видео, как они присутствуют в тех или иных поселках Белгородской области. И затем уже начинается бой с подходящими российскими войсками. И если он становится слишком тяжелым для украинских сил, они отходят обратно. Потом на время эта ситуация затихает. И потом она повторяется снова уже на другом участке Белгородской области. И так раз за разом происходит уже где-то четвертый или пятый раз вот за время курсской операции именно конкретно в Белгородской области. Как вы думаете, вот по вашим ощущениям, насколько укреплена граница стороны России в Белгородской области? Или Белгородскую область может ждать и судьба Курской? Она чуть более укреплена, чем Курская. То есть, и это заключается в том, что там быстрее подходит в случае чего дополнительные вооруженные силы, если случается порыв. Но при этом все равно там можно пересечь границу, там можно через нее пройти. И, собственно, что и демонстрируют украинские вооруженные силы. Какой-то прям плотно защищенной границы, которую прям невозможно пересечь, а где-то на территории России, приграничащей с Украиной, нет. Вся граница, по сути, такая вот дырявая. Просто разница только в том, в разных участках границы по-разному есть скорость прибытия резервов на это место, чтобы отбить атаку. Сырский говорит, 100 населенных пунктов и 1300 квадратных километров занятой территории. По вашим замерам, что ли, насколько реалистична эта цифра и каким темпом сейчас идет продвижение украинской армии? Ну, если считать не просто зону контроля, а зону боевых действий, то есть то, что называется на сленге, еще и серая зона тоже, где еще нет прям уверенного контроля над захваченными территориями, то вместе, может быть, и получится там 1300 квадратных километров. Вполне звучит правдоподобно. По количеству населенных пунктов, честно говоря, мы не задавались подсчетом, потому что там большого смысла это не имеет. Тем более, что часто считают населенные пункты, которые давным-давно уже либо отселены, либо не существуют. Такая проблема тоже присутствует по обе линии фронта. Ну и, в принципе, да, сейчас мы видим, как украинские силы потихонечку стараются продвигаться на запад вдоль границы России и Украины в Бушковский район на Курской области. Там вот сейчас самая активная фаза. 600 пленных, по словам Сырских, удалось захватить украинской армии. При этом западные СМИ называют цифру в два раза меньше. Как вы думаете, кто ближе к правде в этой ситуации? Ну, СМИ называли свои цифры, исходя из того, что они посещали там лагерь для военнопленных, и там кого-то там подсчитывали. И это было уже достаточно давно. То есть там, ну, может быть, неделю назад примерно так. А Сырский назвал эту цифру 600 человек вот прямо сейчас. Допуская, что уже тогда было не 350, как вот говорили в Вашингтон-Пост, а гораздо больше. Просто часть, ничего не находились в лагере для военнопленных. Были, допустим, где-то вот в пути у него. Или находились в другом лагере военнопленных. Поэтому, в принципе, 600 человек пленных, и я вполне готов поверить, что звучит очень подобно. Украинские СМИ рассказывают о том, что Покровск, возможно, вскоре будет взят, и это будет большая потеря для украинской стороны, и большая проблема. Можно ли сказать, что вот в этом месте российская армия вполне успешно двигается, и ей удается добиться серьезных каких-то успехов. в этой части направлений, на Покровском направлении? Ну, я считаю, что фраза, что Покровск вскоре может быть взят, это сильно большое преувеличение. То есть я бы закладывал там еще больше месяца точно до того, чтобы взять Покровск. Может быть, и еще даже дольше. Но при этом, да, то, что меня удивило последние дни, это темп продвижения российских сил на Покровское направление, потому что сейчас они полностью прошли город Новогродовка. То есть они его захватили буквально за несколько дней. И я ожидал в предыдущие дни, что, наоборот, они там, скорее всего, замедлятся, потому что мы видели по спутниковым снимкам, что в Новогродовке присутствуют довольно-таки серьезные укрепления. О них писали, в том числе и мы, и другие исследователи. Тем не менее, вот на прошлой неделе Новогродовка к ней только-только подходили. За выходные захватили уже половину города. А вот в эти дни, вот пока я сейчас с вами в эфире, уже сообщают, что Новогродовка захвачена полностью, и оттуда отошли украинские войска. Не понимаю, почему такое происходит. Возможно, там есть, наблюдается особый острый дефицит личного состава. Вы видите, если даже у вас построены хорошие фортификационные сооружения, но при этом они не наполнены подготовленными солдатами, то тогда толк вот этих укреплений нулевой. И, видимо, именно это и происходит сейчас по Покровскому направлению. И поэтому, да, темп там даже ускорился. И то, что не то, что знаменитился, а прям ускорился. Украинское командование, видимо, рассчитывало, что россияне будут перекидывать свои силы из-под Покровска в Курской области. По вашим данным, это произошло или нет все-таки? Ну, Сырский вчера действительно такое сказал, что одна из целей операции была отвлечь часть российских сил с других направлений, в том числе, как он сказал, с Покровского и Кураховского. Но при этом он признал, что этого не удалось. Эта идея не провалилась. При этом часть небольших подразделений действительно снимают с Донецкой области. Мы это видели. И видели рота «Шторм-В», это бывшие заключенные. Видели бригаду «Пятнашка». Она не такая большая, она в большей роли не играет. Видели там мобилизованных из 15-й мотосорковой бригады, 11-й штурмовую бригаду тоже мы видели. Но пока что это не такие серьезные силы, чтобы это прям повлияло на ход продвижения российских сил на Покровское направление. В основном стараются снимать с других неважных направлений, таких как Запорожская область, Херсонская область и Лиманское направление, а также Харьковская область. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова